Деяния святых апостолов При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Сии говорящие, не все ли галилеяне, как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иеринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Но этот народ, невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Если бы не было Духа Святого, то мы не могли бы назвать Господом Иисуса, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если бы не было Духа Святого, то мы, верные, не могли бы призывать Бога, а мы говорим, «Отче наш, и же еси на небесех». Как не могли бы мы называть Иисуса Господом, так не могли бы называть и Бога Отцом». Откуда это видно? Из слов того же апостола. «А как вы сыны, — говорит он, — то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Итак, когда ты называешь Отцом, то помни, что ты удостоился так называть Его потому, что Дух движет душу твою. Если бы не было Духа, то в Церкви не было бы Слова премудрости и ведения. Одному дается Духом слово мудрости, другому — Слово знания. Если бы не было Святого Духа, то не было бы в Церкви пастырей и учителей, потому что и они поставляются Духом. Как и Павел говорит, «Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога». Видишь ли, что и это от Духа? Если бы не было Духа Святого в нашем общем Отце и Учителе, то, когда незадолго пред Сим Он входил на это священное возвышение и преподал всем вам мир, вы не ответствовали бы Ему все вместе и Духови Твоему. Посему не только тогда, когда Он восходит сюда и беседует с вами или молится за вас, вы произносите эти слова, но и тогда, когда Он предстоит пред этой священной трапезой, когда намеревается принести страшную жертву, посвященные в тайны знают, о чем Я говорю. Он не касается предлежащего прежде, нежели и спросит вам благодать от Господа, и вы ответите Ему и Духови Твоему. Напоминая себе этим ответом, что Сам Присутствующий ничего не совершает и что предлежащие дары совершаются нечеловеческим естеством, но благодать Духа, присущая и на все нисходящее, уготовляет эту таинственную жертву. Хотя присутствует человек, но действует через него Бог. Итак, не смотри на природу видимого, но представляй благодать невидимую. На этом священном престоле не совершается ничего человеческого. Если бы не присутствовал Дух, то и не существовала бы и Церковь. Если же Церковь существует, то очевидно, что Дух присутствует. Почему же, скажешь, не бывает ныне знамений? Здесь слушайте меня со вниманием. Я от многих слышу этот непрестанный всегдашний вопрос. Почему тогда все крещаемые говорили языками, а ныне уже нет? Наперед узнаем, что значит говорить языками, а потом скажем и причину. Что же значит говорить языками? Крещаемый тотчас начинал говорить на языке индийцев, египтян, персов, скифов, фракийцев, и один человек получал многие языки. И если бы эти, крещенные ныне, крещены были тогда, то ты тотчас услышал бы их говорящими разными языками. Павел, говорится в Писании, найдя некоторых крещенных крещением Иоанновым, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он тотчас повелел им креститься, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Почему же ныне прекращена и отъята от людей эта благодать? Не потому, чтобы Бог хотел унизить нас, но потому, напротив, что оказывает нам великую честь, как? Я скажу. В то время люди, недавно отставшие от идолов, были более несмысленны. Ум их был еще очень туп и груб. Они были преданы и изумлялись всему вещественному. У них еще не было никакого понятия о дарах бестелесных, и они не знали даже, что такое благодать духовная и созерцаемая одною верою. Поэтому тогда и были знамения. Одни из духовных дарований невидимы и постигаются одною только верою, а другие обнаруживаются и в чувственном знамении для удостоверения неверных. Например, отпущение грехов есть дело духовное, есть дар невидимый, потому что мы не видим телесными глазами, как очищаются грехи наши. Почему? Потому что очищается душа, а душа не бывает, видимо, телесными очами. Итак, очищение грехов есть дар духовный, который не может быть заметен для телесных очей, а способность говорить разными языками, хотя так же происходит от духовного действия духа, однако представляет знамение чувственное и удобозримое для неверных. язык, слышимый вне, есть обнаружение и показатель действия происходящего внутри души, то есть невидимого, посему и Павел говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Итак, я не имею ныне нужды в знамениях. Почему? Потому что и без дарования знамений я научился веровать во владыку. Неверующий имеет нужду в залоге, а я, верующий, не нуждаюсь ни в залоге, ни в знамении, но хотя я и не говорю языками, однако знаю, что я очищен от грехов. Те тогда не поверили бы, если бы не получили знамения. Поэтому им и давались знамения, как залог веры, которую они веровали. Так что знамения давались им не как верным, но как еще неверным, чтобы они сделались верными. Так и Павел говорит, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих, пророчество же не для неверующих, а для верующих. Видите ли, что прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь. Он сделал это, желая показать веру нашу, что мы веруем в Него без залогов и знамений. Те, если бы наперед не получили знамения и залога, то не поверили бы Ему в невидимом, а Я и без этого показываю всю веру. Вот причина, почему ныне не бывают знамения. Хотел бы я сказать и о причине праздника и показать, что такое Пятидесятница, почему в этот праздник подан дар, почему в огненных языках и почему через десять дней после Вознесения. Но вижу, что поучение слишком затянулось, поэтому прибавив немногое, окончу речь. При наступлении дня Пятидесятницы явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, не огненные, но как бы огненные, чтобы ты не подозревал в духе ничего чувственного, как на струи иорданские он сошел не голубем, но в виде голубя, так и здесь, не огнем, но в виде огня. Так же и выше сказано шум как бы от несущегося сильного ветра. Не шум ветра, а как бы от несущегося сильного ветра. Почему же Иезекииль получил дар пророчества не посредством подобия огня, но посредством книги, а апостолы получают дары посредством огня? О нем говорится, что Бог дал в уста его свиток книжный, который исписан был внутри и снаружи и написано на нем плач и стон и горе. И он съел его, и было в устах его сладко как мед. А об апостолах не так, но явились им языки как бы огненные. «Итак, там свиток и письмена, а здесь язык и огонь? Потому что тот шел обличить грехи и оплакивать иудейские бедствия, а эти шли истреблять грехи вселенной. Посему тот получил свиток для пометования о грядущих бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попалить и истребить все грехи вселенной. Как огонь, упав в терния, легко истребляет его всецело, так и благодать духа истребляет грехи людей». Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает твердь, день дни отрыгает глагол и ночь ночи возвещает разум. Ни суть речи, ни жестла веса, их же не слышат согласии. Во всю землю из-за девищания их и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи вселенной своей и той, как жених исходя от чертова своего возрадуется, как исполин тещий путь. От край небесе исход его и среди него до край небесе и несть и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно умудряющие младенцы, оправдание Господне право веселящее сердце, заповедь Господне светла просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господней истинны, оправданны вкупе, вожделенны пачи злато и камень нечестно много, и сладше пачи меда и сота, ибо раб твой хранит, явных да сохранить я воздая немного, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очи и от чуждих пощадей раба твоего ащи не обладают но и тогда не поручен буду и очищусь от греха велика и будут во благоволение славеса уст моих и поучение сердца моего пред тобою выну Господи помощничай мой и избавитель мой услышите Господь в день печали защитит тебя имя Бога и оковля после ты помощь от святого и от сена заступит тебя поменять всякую жертву твою и все сожжения твои точно будет даст ты Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся исполнит Господь все прошение твоя ныне познав яко спаси Господь Христа своего услышите Гос небесе святаго своего силах спасения тесницы его си на колесницах и си на конях мы же во имя Господа Бога нашего призовем тис пяти бывшая подоша мы же восстах и исправих омся Господи спаси царя и услышаны вон же ащи день призовем тебя живые в помощи вышнего в крови Бога небесного во дворица кричит Господи везаступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповай на него яко то избавят тебя от сети ловчей и от слави семя тевяжно плечма своему осенит тебя и под крыльей его надея шися оружием обыдет тебя истина его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от взрячей небесополуден ногу подет от страны твоя ты свящает молодесную тебе к тебе же не приближится оба чьи от чьима твоим осмотриши и воздаяние грешников узриши яко ты Господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет тебе зло и раны не приближатся те лиси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тебя да никогда преткнешь оками ногу твою на спидой василиска наступиши и попереши льва и змия яко наме упова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполни его явлю ему спасение мое возле гохочем и в горы отнюд уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей яниже воздремлет храня тебя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнца не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века и исхождение и исхождение и исхождение и исхождение и исхождение и исхождение твое Славь Субтитры подогнал «Симон» Аминь Царица моя, преблагая, надежда моя, Богородице, Приятели счастливых и странных предстательницей, Скорбящих радостей, победимых в окровительнице, Зриши мою в леду, Зриши мою вскорь, Помози ми, яко небо, шоу, Окорми мя, яко странно, Обиду мою веси, Разреши ту, яко волеши, Яко неима, иная помощи разве тебе, Ни иные предстательницы, Ни благия утешительницы, Токма тебе, о Богомати, Яко да сохраниши мя, И покрыеши во веки веков, Аминь. Святый Боже, святый век, И святый безнепный, Боже, святый век, Святый Боже, святый век, Про пирож. Святый болтёк, Святый Боже, дома, Святый Боже, святый, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok